Проблемы в левобережной части Тутаева начались еще неделю назад. По словам местных, водоканал проводил плановые работы. После них напор воды был нормальный, но ненадолго. В тот же день вода из крана на кухне текла, как будто из самовара. Ну вот, нас запасало это. Что делать-то? Ну, что делать? Руки мыть я не могу. Не мыть. Вот она вся, система такая. В домах не зажигаются колонки. Чтобы помыться, люди кипятят воду в чайниках. Я вот, благо, что одна живу, а с детьми-то я не знаю как. А живется семьям не сладко. На другом конце левой части города ситуация похожая. Нина Хорошулина живет вместе с дочкой и внучкой. В ванной с утра стоит тазик с детскими вещами. Люди попросту не успели набрать воды для стирки. Теплая, каплят еле-еле. И уже не каплят. Вот, а холодная. Вот, чуть-чуть холодная течет. Ну, напор, конечно, маленький. Вода на левый берег Тутаева поступает через Волгу. На дне реки проложено две трубы. Одна основная, другая резервная. С самого утра инженеры проверили коммуникации как на левом берегу города, так и на правом. Протечек не нашли. Поэтому причина коммунальной беды может крыться под толщей воды. С утра в районной администрации провели экстренное совещание. Сейчас воду переключают на резервную трубу. Вода уже пошла в дома. И переключение вот это на резервную ветку жители не должны почувствовать. То есть вода сейчас уже, наполнение системы идет. И жители сейчас уже потихонечку будут все пользоваться водой. Мы будем следить за развитием ситуации. Сейчас мы находимся рядом с одним из магазинов. И, по словам продавцов, ажиотажа на воду нет. Власти пообещали разобраться в причинах коммунального бедствия в кратчайшие сроки. Павел Волков, Константин Дмитриев. День в событиях.